Здравствуйте! Если по каким-либо причинам у вас перестал работать пуск Windows 10, то здесь я постараюсь вам помочь и представлю три способа решения таковой задачи. Итак, первый способ. Вот как вы видите, я нажимаю пуск не работает. Часть служб в трее также не работает, как вы можете убедиться. Я нажимаю, но часть из них остаётся неактивной. Сейчас я клавишей Windows Plus E открою этот компьютер, как он здесь называется. Перехожу в диск C и здесь мне необходимо будет запустить PowerShell. Для этого я перехожу далее. System32, Windows PowerShell, версия 1.0 и запускают имени администратора. Да, и здесь мне необходимо запустить скрипт, который я уже заранее подготовил. Просто сюда вставлю. Вы же его можете скопировать из описания к видео. Видим, что скрипт работает, но появляется большое количество ошибок в процессе его работы. Как ни странно, в моём случае, в вашем случае, может быть, такого и не произойдёт. А теперь попробуем, заработает ли у нас пуск. Я нажимаю, но ничего не происходит. Таким странным сочетанием клавиши я выхожу из режима по данным пользователям. Для того, чтобы перезагрузить компьютер, хотя можно это сделать и совсем по-другому, намного проще. Но я решил не идти лёгким путём. Перезагружаю компьютер и проверим, заработает ли клавиша пуск после перезагрузки. Вот, компьютер перезагрузился. Нажимаю, ничего не получилось. В данном случае у меня. Возможно, у вас всё получится. Плавно переходим ко второму способу. И здесь я буду устранять данную неисправность откатом системы до предыдущего состояния, где клавиша пуск у меня работала. Для этого я перехожу в свойства компьютера, как я показал. Либо Windows Pause Break. Также позволит нам сразу же перейти в свойства компьютера. Здесь дополнительные параметры. Перехожу в защиту системы. Если у вас, конечно, не включена функция восстановления системы, то, к сожалению, вы не сможете откатиться до предыдущего состояния. В моём случае она включена. И вот мы видим здесь две контрольные точки. Я выбираю вторую. Нажимаю «Готово». После этого происходит откат системы до данной контрольной точки. Придётся подождать, конечно же. Без этого никуда. Но что ж, поделать. Подождём. Видим, идёт восстановление системы. Практически уже завершена. Компьютер перезагрузился. Я нажимаю «Закрыть данное окно», где показывает, что восстановление системы успешно было выполнено. И теперь попробуем нажать на клавишу «Пуск». Да, обратите внимание, у меня появился даже значок этот компьютер. Видим, что всё заработало. Замечательно. И в трее заработали все имеющиеся в нём службы. Звук, сеть. Всё замечательно. Переходим к рассмотрению третьего способа. И здесь для того, чтобы починить клавишу «Пуск», я использую стороннее приложение «Startless Black». Вы его можете скачать из интернета, как сделал я. Распаковываю данный архив и устанавливаю программку. Хочу заметить, что данная программа заменяет стандартное меню пуск, и оно будет выглядеть немного иначе. Итак, я запускаю установку от имени администратора. Устанавливаю только для этого пользователя. Идёт процесс настройки. Он завершился уже. И появившееся окно я просто закрываю. Никаких настроек я с меню пуск делать не буду. Теперь нам остаётся только проверить, как всё это работает. Нажимаем и видим, что всё работает. Хотя от стандартного пуска в десятке он отличается. Но я думаю, это не так существенно. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Ты заходи! Если что!